Яблони и груши будут просто ломиться от урожая, если вы правильно подкормите их во второй половине лета. В этом видео я расскажу вам про подкормку, благодаря которой плоды станут крупнее, слаще и будут лучше храниться. А если вы досмотрите видео до конца, то узнаете, какое растение можно посадить в приствольный круг яблоням, чтобы защитить их от мышей и кротов. Потребности плодовых деревьев во второй половине вегетационного сезона имеют свои особенности. В это время идет активное формирование и рост плодов. Ранняя сорта уже практически вышли на финишную прямую, вот видите, какой крупный яблоко коваленковское. А средние сорта и поздние, зимние, еще активно набирают вес. А с другой стороны, именно сейчас растение должно остановить рост побегов, заглажить почку и начать активно адревесневать, готовиться к зиме, запасать питательные вещества. Именно в этот период идет активное формирование цветковых почек, а это наш будущий урожай. И от того, как мы сейчас поддержим наше растение, зависит и теперешний урожай нынешнего года, и наши планы на будущий урожай. И очень важно учесть потребности дерева именно в этот период. Для того, чтобы растение не сильно вегетировало, останавливало наоборот рост, видите, вот здесь почка не заложилась, маленькие тоненькие нежные листики, еще активно растет, нужно отдать предпочтение удобрениям с преобладанием калия и фосфора, но с небольшим количеством азота. Вообще, до конца вегетационного сезона можно провести еще 2-3 подкормки. Почему? Сейчас растениям очень важен фосфор, калий и некоторые микроэлементы, особенно кальций. Фосфор необходим для того, чтобы растение одревеснело. Калий способствует синтезу сахаров, а это естественный антифриз, который не позволяет потом заморозкам, морозам повреждать клетки растений. Плюс калий необходим для синтеза не только сахаров, но и красивой окраски, ведь всем нам хочется иметь красивые яркие плоды. И очень необходим в этот период кальций. Кальций – микроэлемент, который предотвращает заболевания горькой ямчатостью, делает кожицу плодов более прочной, плотной, и они лучше хранятся, меньше повреждаются плодожоркой, плодовой гнилью и прочими неприятностями. Даже осы плотную шкурку не очень-то любят. И поэтому очень важно именно сейчас провести подкормки вот этими удобрениями, как мы их будем проводить. Сейчас первая подкормка во второй половине лета должна включать в первую очередь калий. Поскольку идет формирование плодов, нам очень важно, чтобы они стали сладкими. Здесь калий играет важную роль. Чтобы они стали яркими, чтобы набрали окраску. И здесь калий тоже необходим. Мы уже провели летние операции и осветлили наши плоды. Вот здесь у нас, к сожалению, были очень сильные заморозки. Здесь низкое место. И яблок завязалось немного. Поэтому очень хочется, чтобы они были хоть немного, но самые классные, самые красивые, самые крупные. Поэтому наше коваленковское мы любим, холим и лелеем. Итак, первую подкормку мы проводим удобрениями с преобладанием калия и небольшой дозой азота. Что можно использовать? Это может быть амафоска. В ней содержится всего 10% азота, но 20% калия, 20% фосфора. Также очень хорошо подойдет кристаллон красный с повышенным содержанием калия. И обязательно отдельно проводим подкормку препаратами кальция. Что можно использовать в качестве источника кальция? Лучше всего кальциевая селитра. Есть еще, конечно, хлорид кальция, но с ним есть одна сложность. Очень сложно уловить нужную концентрацию и условия. Ведь если чуть-чуть мы отклонились, чуть-чуть условия не те, более яркое солнце, более высокая температура, наши плоды покроются некрасивой оржавленной сеткой. При подкормке кальциевой селитрой такого не будет. Итак, подкормку кристаллоном и подкормку кальцием делаем отдельно. Запомните, препараты кальция мы не смешиваем ни с кем. Растения лучше всего их усвоят по отдельности. И еще один момент. Для того, чтобы усвоение удобрений происходило как можно более эффективно и полно, проводим подкормку в вечернее время, когда температура упадет хотя бы до плюс 25, а лучше 20-22 градуса. Тогда физиологическая активность листа будет оптимальной. Растение быстро впитает в себя все удобрения, которые вы будете им предоставлять. И уже в течение буквально двух суток все эти макро- и микроэлементы будут включены в биосинтез, в работу. Представляете, насколько это эффективно. В августе количество азота уменьшаем еще больше. И к сентябрю, в сентябре точнее, сводим его к минимуму. Я лично уже много-много лет пользуюсь линейкой Кристаллон. Меня устраивает и качество, и соотношение, баланс микро- и макроэлементов в нем. И самое главное, мне нравится, что там именно есть микроэлементы, которые так необходимы растениям в конкретный период жизни. Итак, подкормку в конце июля-начале августа можно сделать еще Кристаллоном красным. Он поможет сформировать красивую окраску и насытить плоды сахарами. В конце августа проводим подкормку Кристаллоном желтым. В нем больше фосфора, и он стимулирует все большее одревеснение молодых побегов. И в сентябре это подкормка Кристаллоном коричневым, в котором всего 3% азота, зато очень много фосфора и калия. Благодаря этому побеги становятся прочными. На них формируется хорошая мощная кора. Внутри самих побегов откладывается много крахмала. Это полисахарид, который потом растение будет расходовать на свои нужды. И, конечно же, сформируются хорошие, крепкие, плодотворные, в прямом смысле, почки растения. Это по основным макроэлементам. Но вы скажете, у меня нет Кристаллона, либо он для меня слишком дорог. Что можно использовать вместо него? Можно использовать монофосфат калия. Здесь содержится и калий, и фосфор, причем в прекрасных соотношениях и без азота. Можно использовать сульфат калия отдельно и суперфосфат отдельно. Только помните, что суперфосфат лучше всего вносить в почву, тщательно перемешивая почву с удобрением, чтобы оно хорошо начало работать. Суперфосфат довольно плохо растворяется. И на то, чтобы он сработал, нужно время. Поэтому можете обратить внимание на такой источник фосфора, как костная мука. Мы тоже вносим ее в приствольный круг и обязательно перемешиваем с почвой. Только тогда она будет работать. Но источник калия самый доступный, по-моему, и самый экологичный, если не перебарщивать. Это древесная зола, которая содержит и калий, и немножко кальция, и немножко магния и других микроэлементов. Здесь мы можем ее вносить и россыпью в приствольный круг, и делая настой золы, и вносить тогда поливом. Пожалуй, печная зола, древесная зола и костная мука – это одни из самых экологичных и биологически безопасных удобрений. Но даже с ними стоит все-таки быть поосторожней и соблюдать концентрации нормы внесения. По поводу кальции, уважаемые садоводы, у наших растений есть огромная проблема с усвоением кальция. И причины кальциевого дефицита две. Первое – это закисление наших почв, из-за чего кальций в почве становится недоступным для растений. А вторая причина – это, как ни странно, избыточная обрезка, когда мы очень сильно режем дерево, вызывая избыточный рост волчков, избыточный рост вегетативной массы, на которую расходуются все запасы кальция. Поэтому обрезаем щадя, обрезаем умеренно и вовремя останавливаем подкормки азотом. Ведь подумайте сами, если растение, даже обрезанное щадящее, получает избыточную дозу азота, оно будет гнать очень много побегов, на рост и развитие которых оно опять же заберет кальций от плодов. Если мы будем выносить кальций по листу, если мы будем щадяще обрезать свои деревья, вырезая только необходимо, без излишеств, горькая ямчатость исчезнет из ваших садов. Но это не повод отказываться от подкормок кальцием совсем. Дело в том, что кальций помогает сформировать кожицу очень прочной, очень плотной. И такие плоды меньше гниют, лучше хранятся, им меньше повреждаются насекомыми, даже плодожорками. Как правильно подкармливать растения кальцием? Препараты кальция, следует помнить, ни с кем нельзя смешивать. То есть кристаллоны, амофоску, любые другие удобрения, которые мы вносим по листу, вносим отдельно. Кальциевую селитру вносим отдельно. Второй важный момент при подкормках. Вносим кальциевую селитру в виде однопроцентного раствора. Это 100 грамм препарата на 10 литров воды. Желательно в вечернее время, в пасмурную погоду и при температуре 20-22 градуса. Именно при такой температуре он усваивается лучше всего. С каким интервалом вносить кальциевую селитру? Две недели. То есть количество обработок может составлять, в зависимости от срока созревания ваших яблок, и 2, и 3, и 4. Особенно обратите внимание на те сорта, например, антей, которые очень чувствительны к горькой ямчатости. Или имант, это сын антея, у которого эта проблема тоже проявляется. Поэтому обязательно проводите подкормки препаратами кальция. Это не только защитит от горькой ямчатости, но и сделает кожицу плодов более прочной, более устойчивой и к болезням, и к вредителям. Плодожорку такие плоды не очень-то интересуют. Она тоже любит шкурку понежнее, помягше. Третье важное мероприятие, которое желательно все-таки провести во второй половине лета, это поддержка биостимуляторами. К сожалению, наша погода все чаще выкидывает разные фортели. Это могут быть весенние заморозки, это могут быть резкие перепады температуры или аномальная жара сейчас. У нас в Беларуси температура побила все рекорды недавно, поднявшись почти до 38 градусов. Для яблони и груши исконно наших плодовых культур это слишком много. Это может вызвать проблемы. Чтобы поддержать деревья в таких условиях, когда есть очень сильная жара или засуха, просто перепады температур, обратите внимание на биостимуляторы, такие как Циркон, Фитовитал, Атоник Плюс. Они помогут растениям перенести эти перепады, эти сложные условия без потерь, без физиологических заболеваний. Если вы знаете, что будет жара, что температура растет, то обработайте свои плодовые деревья, ягодные кустарники и декоративные растения до наступления аномальной жары. И потом, когда она начнет спадать повторно. Благодаря этому растения очень хорошо переносят и аномальную жару, и аномальные холода, и прочие неприятности, которые выпадают на нашу долю. И они, поверьте, отблагодарят вас очень хорошим урожаем и хорошим состоянием здоровья. Сейчас очень хорошо прогрелась почва. И если вы не успели пролить ее биопрепаратами для защиты от личинки майского жука, от других почвенных вредителей и болезней, самое время это сделать. Именно в такой хорошо прогревшейся почве биопрепараты метаризиум, баверия, триходерма работают наиболее эффективно, распространяются, разрастаются. И поверьте, благодаря такой проливке они будут работать не просто эффективнее, но еще и гораздо дольше. Поэтому, если есть проблемы, проливаем, обогащаем свою почву. И профит, и удобрения, и средства защиты вы можете приобрести в наших магазинах Процветок, а также на торговой площадке Wildberries. Подводим итоги. Какие подкормки мы должны провести во второй половине лета? Первая подкормка с преобладанием калия, конец июля, начало августа. Вторая подкормка с преобладанием фосфора, это конец августа, сентябрь месяц. Там должна быть подкормка с минимальным содержанием азота или полным его исключением. Фосфор, калий. Это может быть кристаллон коричневый, это может быть монофосфат калия, это может быть сульфат калия плюс суперфосфат. И тогда у вас проблем не будет. В третью подкормку обязательно проводим также известкование почвы. Вносим доломитовую муку для того, чтобы уже к новому сезону она начала работать. Кстати, не все знают, что доломитовая мука это хороший раскислитель, но он начинает работать только через год. Поэтому если вы внесете его сейчас, она заработает на следующий год. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше, чтобы у ваших растений была фора, был запас для действия. Что касается органики, с органикой нужно быть осторожными. Почему? Если мы будем использовать хороший перегной, перепревший навоз с высоким содержанием азота, мы спровоцируем избыточный рост. Поэтому во второй половине лета азот снижаем до полностью исключения. Каким подкормкам мы однозначно говорим нет. Это навоз и это мочевина. В ней очень высокое содержание азота. Если мы будем их применять, спровоцируем ненужный рост. Даже вторую волну роста и растения не успеют остановиться, одревеснеть и подмерзнут. Обязательно проливаем свои растения. И все удобрения, которые идут в почву, вносим только по влажной земле. И лучшее время для внесения это после дождя. Либо, если дождя не было давно, почву проливаем и только потом вносим туда удобрения. Будь это суперфосфат, доломитовая мука. Будь это калий-монофосфат, который вы хотите внести не по листу, а именно в почву. Только по влажной почве. Как внести удобрения в почву именно сейчас? Допустим, вы хотите внести печную золу, костную муку, суперфосфат или любое другое рассыпное удобрение. Можно, если круг у вас чистый, рассыпать по поверхности и неглубоко перекопать. Второй способ – это внесение в канавку. По периметру, по окружности приствольного круга мы прокапываем канавку, вносим туда удобрение, проливаем и заделываем снова почвой. Таким образом удобрение будет работать. Если же вы внесете удобрение, будь это костная мука, будь это суперфосфат или любое другое, внесете по росту в сухую почву, оно будет там лежать мертвым грузом. Так что же нужно посадить под деревья, и это можно сделать, кстати, именно сейчас, в августе, в сентябре месяце, чтобы мыши и кроты не вредили вашим деревьям. Это рябчик императорский, не простой, а именно императорский. Его луковицы выделяют особое для этих животных неприятное вещество, которое делают пребывание вредителя сада и огорода под деревом просто невозможным. Поэтому, если у вас есть возможность, приобретите для себя несколько луковиц императорского рябчика. Кстати, в нашем магазине рябчики есть. Посадите их в приствольный круг, и мыши к этому дереву близко подходить не будут, а кроты рыть ямы и норы не будут тоже. Они быстро удаляются из этих мест, а вы получите красивое, действительно императорское растение, которое будет долгие годы радовать вас. Даже если вы допустите потом постепенное залужение приствольного круга, рябчики еще долгие годы будут цвести, радовать весной красивыми яркими оранжевыми и желтыми цветами. Кстати, под деревьями также можно высевать и многие луковичные другие растения, но не очень высокие. Это могут быть видовые дикие тюльпаны. Весной, когда так хочется ярких красок, они обязательно порадуют вас. Это могут быть крокусы. Они, кстати, потом спокойно уйдут в газон и будут синими, белыми, желтыми огоньками вспыхивать рано весной. И это могут быть примылы весенние. Когда нет листвы, примылы прекрасно расцветают, а они имеют шикарную палитру окрасок. И самое главное, они не будут конкурентами вашим растениям в течение сезона. У них небольшая поверхностная корневая система, которая никаким образом не будет забирать у растений питание. Поэтому выбирайте сами. Держать круг чистым, держать круг засаженным растениями, луковичными, однолетними, многолетними. Или допустить газон. Но самое главное, обеспечьте своим растениям хорошую подкормку, хорошую защиту. И они долгие-долгие годы будут вас радовать и своим внешним видом, здоровьем и, конечно, урожаем. Посмотрите, кто пришел. Ричард, главный мышицид нашего сада. Конечно, если у вас есть и рябчик, и хороший мышеловчий кот, эффективность борьбы с мышами возрастает во много раз. Ну а мы хотим пожелать вам, конечно же, процветания, хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забудьте подкормить свои плодовые деревья. До новых встреч на нашем канале. С вами была Юлия и Ричард. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова